Книга вторая. Современные легенды. Семь сказаний о конце темной эпохи. Сотворенные великими душами Востока в наше время, между двумя мировыми катастрофами, созданными безумием человеческим. Да не будет третьей. Первая легенда. Планета Земля больна. Сказания о безумии человеческом. В космическом шествии времени проходят десятки и сотни тысячелетий, а за ними и миллионы лет. И жизнь далеких времен становится легендой. Далекое прошлое человечества стало для нас легендой. А будущее? Как беспредельность прошлого, так существует беспредельность будущего. Что мы знаем о нем? И далекое будущее для нас тоже легенда. Так, между двумя легендарными беспредельностями прошлого и будущего, проходим мы краткое мгновение настоящего. Через некоторое время и это наше разумное и рациональное настоящее превратится в архаическое и примитивное прошлое. И тоже станет легендой. А издали многое кажется совсем не таким, каким оно казалось вблизи. И очевидность настоящего становится миражную перед строгими величественными контурами космической действительности. Посмотрим на нас, на нашу современную жизнь глазами далекого будущего, глазами легенды. Ведь по отношению к этому далекому будущему мы сейчас живем в далеком прошлом. Осмыслим настоящее с точки зрения вечности и беспредельности. Найдем свое место в великой космической действительности, неизвращенной миражом очевидности. Послушаем, что говорит о нашем времени далекое будущее языком иерархии, языком легенды. Люди так называемого XX века гордились своими достижениями. Они были горды своей цивилизацией, забыв, что когда-то цивилизация Атлантиды была не менее великолепной, но погибла без остатка из-за неразумия человеческого. Да, многое было забыто в той высокомерной эпохе. Может быть, даже нарушено. Кто знает. Люди конца темного века, кали-юги, не хотели знать о том, что в космосе нет ничего случайного. Они не хотели знать, что на заре космического проявления Вселенной Логос разработал план эволюции космоса на всю Манвантору. И что план Логоса для людей нашей планеты состоит в развитии сознания. От животного темного сознания в начале человеческого пути до светлого божественного в конце его. И поэтому люди того времени совсем не заботились о качестве своего сознания. И так оно далеко отстало от уровня, намеченного планом эволюции. Основные свойства сознания человеческого почти не изменились в течение последних тысячелетий. Ум ушел вперед, создал чудеса техники, а сердце человека застыло на уровне каменного века. Оно осталось каменным. Тот век назван современниками веком достижения науки и техники. Осчастливил ли он человечество? Стали ли тогда люди любить друг друга больше, чем в примитивной эпохе? Нет. Ускорение механических открытий не облагородило жизни. Но зато с помощью науки и техники люди усовершенствовали способы брата-убийства, механизировали их, автоматизировали и сделали их воистину массовыми. Люди того времени утеряли способность мыслить об основах жизни. Ведь столько эпох множества душ устремлялись к явлению быта, но не бытия. Самые высшие истины не вызывали внимания, но множество пустых, ничтожных соображений занимало человеческое сознание. Ничтожное заслонило великое. Забыв об основах, человек эпохи науки и техники забыл о своем назначении, лишил себя пути совершенствования, ушел от истинного созерцания мира, уничтожило все высшие стремления, отбросил этику духа и заключил себя в духовную неподвижность. И стук машин окончательно заглушил голос духа и последний вопль сердца человеческого. Люди пренебрегли космическими законами. Человечество оторвалось от высшей воли, разобщилось с высшим сознанием. От противодействия иерархии зародилось большое зло. Религии периода конца Кали-Юги выродились. Вместо пользы стали приносить вред. Служители культов извратили великие истины, преподанные основателями религии. Через три столетия после ухода Будды учение наполнилось религиозными спорами. Не прошло века, как христианство проявило крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение Магомета началось с фанатизма. Религиозные споры уничтожили смысл учений. И жрецы, и брамины, и священнослужители все искажали космическое назначение. Суеверные последователи вместо устремления к общему благу стали ограждать заветы отрицаниями. Получилась губительная формула. «Наша вера лучшая» или «Мы верные, они же все неверные». Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиции и до кровавых морей во имя тех, кто осуждал убийство. И люди отошли от извращенных религий, ринулись в безбожие, прониклись так называемым научным мировоззрением, но и молодая наука того времени не научила, как жить. Не охранила от брата убийственных войн и не уничтожила человека ненавистничество. Материальная наука стала отрицать все грубым глазом невидимое. Невежды стали утверждать оскорбительное суждение обо всем, что им недоступно. Наука позволила себе тупо ограничивать и отвечать о том, чего не знает. Так ложная наука препятствовала познанию мироздания. Антагонизм ученых тормозил эволюцию, ведь совершенно исключается эволюция, где не признается возможность познавания беспредельного. Точно во времена религиозных войн и гонений смелые и прозорливые познаватели должны были прятаться, как алхимики от инквизиции. Ведь сущность инквизиции — преследование необычного. Темные инквизиторы средних веков пытались заключить Вселенную в темницу неподвижности. Также и разные стороны XX века находились под инквизиционным давлением. Да, нетерпимость есть зло. Не может быть доброй нетерпимость. Она непременно содержит в себе и ложь, ибо скрывает правду. Человек, утверждающий, что, служа своему идеалу, он уничтожает все другие, не совпадающий с этим путем, есть разрушитель основ эволюции. И планетная жизнь того времени разделилась по границам бесчисленным. Ненависть между людьми приняла необычные размеры. Вражда старых родов была детская игра сравнительно со злобою тогдашнюю. Век науки и техники стал периодом постоянных войн. Очень разновидны были такие войны, но един был принцип их — вражда везде и во всем. Человеконенавистничество дошло до тотальных способов уничтожения. Ложь и тьма наполнили конец Кали-Юги. Но невозможно пребывать в злобе, не отравив сознание. Люди своим гадким и злобным мышлением отравляли окружающее и притворяли его в хаос. Мыслящие обитатели планеты не хотели знать никакой ответственности. Ведь предполагалось, что они — венец планеты. Но в венце вместо драгоценных камней оказались угли. И вред был в планетарном размере. Мышление было настолько отравлено ядом самомнений и злобы, что нарушилось все космическое равновесие. Каждое проявление жизни было наполнено ядом, созданным человеческую средою. Вследствие человеческих деяний, как газы, отравляли землю. Таково было самопроизводство яда. Оно равнялось убийству или самоубийству. Эманации человеческих действий напитали земную кору. Кристаллы мрака мышления человечества насытили ее. Слои, которые человечество творило, окружая ими планету, становились все более и более уплотненными. Атмосфера Земли образовала как бы кору, испещренную темными пятнами. Эта крепкая сфера окружила Землю тисками. Она представила сопротивление тверже камня. Зная, насколько миры нуждаются в питании высокими энергиями, можно себе представить следствие такой изоляции. Люди планет не могли проникать через загрязненную ауру Земли. Удушливые газы от нагромождений низших слоев тонкого мира отрезали планету от миров, могущих нести помощь. Сферы земные, зараженные удушающими газами, не могли пропускать токи огненные. Человечество своими деяниями запретило космическим силам входить в орбиту планеты. Когда дух человечества находится на ступени отрицания, то силы космоса не могут проявиться. Высшие излучения тогда не доходили до Земли. Обособленность человечества уничтожила провода от высших сфер. Невозможно было считать такое состояние мира нормальным. Планета была больна. Легко представить, что планетное тело может болеть подобно всякому другому организму. Как можно было назвать такую болезнь планеты? Лучше всего горячкое отравление. Состояние Земли требовало неслыханного врача. Мы, братья человечества, постоянно напоминали об опасности, происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения. Каждый совет наш давался много раз, но жизнь людей не изменялась. Перед бедствиями мировых войн было дано множество предупреждений. Даже не очень дальнозоркие люди замечали их, но безумие ослепляло большинство. Так же призывалось человечество и в дни кончины Атлантиды. К сожалению, то время совершенно соответствовало последнему времени Атлантиды. Те же войны, те же предательства и духовное дичание. Атланты тоже владели воздухоплаванием. Они употребляли мощные энергии. Они изощрялись в убийственных орудиях. В XX веке гордились крохами цивилизации. Так же точно атланты умели промчаться над планетой, чтобы поскорее обмануть друг друга. Так же восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Так же нарушали равновесие подземных сил и взаимными усилиями создали катастрофу. Жестокую карму сложили люди конца Кали-Юги, не желая помыслить о сущности творимого ими. Мир покрылся язвами человеческих пороков и порождений. Мир погрузился в следствия, созданные человеческими деяниями. Газы, образованные духовным удушием человеческих построений, запрудили пространство и окутали планету во мрак. Слои земные и подземные насытились явлениями, созданными злодеяниями человечества. Деяния человеческие привели человека к своему руку. Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не учредив самую тяжкую карму. Даже если эта карма не будет личная, тем хуже, если она умножает карму стран и всей планеты. Люди решили наполнить тонкий мир множествами, не в срок пришедшими. Нельзя наполнять низшие слои тонкого мира ужасами несовершенной кармы. Нельзя думать, что это не отразится на состоянии планеты. Никто не подумал тогда, какие последствия явятся для самих себя. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Так мы обращали внимание человечества на многие космические знаки. Очень больна была планета. Что же случилось тогда? Чем кончилась болезнь планеты Земля? Выздоровлением или катастрофой? Не обо всем можно говорить. Остановимся на время. Вернемся в настоящее и посмотрим более внимательно на то, что происходит. Тоже глазами иерархии. Каждый день усиливается напряжение среди людей и природы. Природа больна людскими безумиями. Судороги планеты учащаются. Уже можно видеть, как нарушены гармонические вибрации, и планета содрогается в толчках, жара и холода. Уже несколько десятков лет происходят ежедневные землетрясения. Уже несколько десятков лет Земля находится в непрерывном трепетании. В нарастании волн трепета Земли можно бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нарушения климата, болезни, обнищания, войны, восстания, неверия, предательства. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Не нужны пророки. Самый ничтожный писец может сказать, что не собиралось никогда столько страшных предвестников разложения Земли. Но глухо ухо и затемнены глаза. Уже видите, как одним ураганом погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь. Разве оно не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность, что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров? Скажут, что миллионы людей уже погибали. Но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену сознания. Много раз мы указывали на потерю равновесия в условиях Земли. Если люди не обратят внимания на эти растущие смены небывалого холода и жара, то, вероятно, скоро им придется испытать огненные восстания. Действия человечества вызывают подземные огни на поверхность планеты. Огненные энергии стучатся в темницах своих. Приходит срок, когда они или приложатся разумно, или должны будут излиться в огненной болезни или в космические катаклизмы. Люди не думают, что огненные энергии зальют планету, как естественное следствие закона природы. Нарушение равновесия планеты вызовет многие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм светил может измениться и поражающе подействует на обитателей Земли. Итак, когда люди утешатся базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события. Просыпаются вулканы велики, огонь ищет выхода. Знают об этом люди и не поступаются ни одной привычкой. На пороге смены Кали-Юги мы все должны понять, что самое светлое будущее возможно. Но лишь зло людское может препятствовать наступлению светлой эпохи. Людям дается полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий, но если свободная воля удержит их от новых продвижений, они могут создать катастрофу любого размера. Злая воля может толкнуть народы к планетным катаклизмам. История Земли может кончиться гигантским взрывом. К этому направлены усилия врага рода человеческого Люцифера. Вторая легенда Князь Тьмы Легенда о Люцифере Почему человечество дошло до такого мрачного состояния? Почему наша планета очутилась на краю гибели? Неужели люди являются такими злыми сами по себе? Неужели зло коренится в природе человека? Легенда утверждает, что в этом повинен также хозяин Земли Люцифер. Послушаем, что повествует легенда. Давно-давно на заре человечества на нашу Землю пришли высокие духи. Эти божественные существа пришли, чтобы ускорить эволюцию планеты и ее человечество. Вместе с ними пришел на нашу планету и Люцифер. Он также вначале участвовал в пробуждении в человеке его высших способностей. Он тоже вначале был светодателем. И по космическому праву он был истинным хозяином нашей Земли. Он был князем мира сего в полном значении этого слова. Но Люцифер не был высшим среди своих собратьев. Когда ему пришлось облечься в земные плотные оболочки, дух его не удержался на прежней высоте. В беспредельном совершенствовании не исчезает ни одно человеческое чувство. Наоборот, все чувства растут беспредельно. Они или преображаются в высшее восприятие в добре или же утончаются во зло. Когда Люцифер достиг сознания своего потенциала неограниченной мощи и нерушимости, когда он овладел многими космическими тайными силами, когда он почувствовал, что может стать создателем того или иного мира, когда он увидел невежественность масс окружавших его, тогда нужна была огромная сила сердца, чтобы удержаться от многих соблазнов. И прежде всего, от гордыни духа. А Люцифер не обладал всеми совершенствами. Он не смог побороть в себе чувство гордыни и ревности к другим светлым духам. Когда человеческое естество в нем взяло перевес над божественным, он возревновал. Он начал губительную борьбу против великих собратьев. Отход Люцифера от пути света наметился уже во времена Лемурии. Его восстание зародилось в конце третьей расы. Падение Люцифера началось с первых времен Атлантиды. Его окончательное падение совершилось в четвертой расе. Во всех последующих веках он явился ярым противником своих великих собратьев. Великая битва в четвертой расе между сынами света и князем тьмы упоминается во всех древних традициях. Она окончилась победой первых и гибелью Атлантиды. Индусские сказания увековечили князя тьмы во многих образах. Наиболее известный среди них облик царя Раванны с острова Шри-Ланки Цейлон. Он показан противником богоподобного царя Рамы, героя эпической поэмы Махабхарата и похитителем его жены Ситы. В чем было восстание Лецифера? Став хозяином Земли, он задумал вести развитие человечества своим особым путем. Он пошел против закона эволюции или воли космоса. Он не пожелал сотрудничать с другими планетами. Он захотел остаться в пределах Земли. Как создалась эта психология обособленности? Но в каждом крупном феодале имеется пример случившегося. Кроме того, зерно духа Лецифера в потенциале своем заключало все тождественные энергии, заложенные в ядре нашей планеты. И этот факт был для него роковым, ибо тем самым он был особенно привязан к Земле. Восстание Лецифера и проведение плана обособления Земли вызвало сопротивление Белого Братства. Оно оказало противодействие Люциферу и все время выправляло курс корабля нашей планеты. Восстание Люцифера дало миру Христа. Восстание Люцифера вызвало появление других великих учителей до Христа и после Него. В то время, когда Люцифер превозносит свет одной Земли, Христос указывает на красоту всего мироздания. Христос показал преимущество движения за пределы Земли. Христос говорил, могу переночевать на прекрасной Земле, чтобы продолжить путь. Итак, один восхитился только материей, другой же идет к мирам возможностей света. Люцифер предпочел оградиться от соседей, а великие белые братья строят вечное движение. Они говорят, к чему одна Земля, когда осуждены все миры. Они создают правильный путь человечества, когда широким сотрудничеством с дальними мирами будет заложен настоящий обмен. Но при единстве бытия, при законе взаимообмена всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Потому Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни он не мог. Все это задержало развитие земного человечества, а происходящая все время борьба между силами света и восставшим Люцифером создала опасное положение для Земли и ее обитателей. Люцифер имеет много помощников. Силы тьмы образуют черную ложу, стройную организацию, возглавляемую Люцифером, в которой существует и поддерживается железная дисциплина. Существует заблуждение, что темные являются антитезом света и потому неизбежны. Это ошибочно. Тьма, антитеза света, ничто иное, как непроявленный хаос. Непроявленный хаос является противоположной полярностью творческого вселенского начала. Непроявленный хаос действует во всем космосе, тогда как Люцифер существует только на нашей планете. Его проявление чисто местное, и влияние его не распространяется дальше низших сфер нашей планеты. Существующие на Земле особые положения есть временное явление и не есть непреложный закон природы. Законы развития жизни не предусматривают существование в космосе сознательной злой силы, которая противодействовала бы благим творческим силам. Все усилия творческих сил космоса всегда направлены на отдаление хаоса, на приведение его в гармоническое состояние. Эта вечная борьба хаоса с космосом есть вечная борьба света с тьмою. Истинно следует сопоставить великий свет с великою тьмою, но нельзя считать великими строящих на эгоизме. Темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя считать антитезу и желание потушить свет. Творческое одоление хаоса или дракона есть постоянный подвиг, но битва с темными есть лишь судорога, затрудняющая движение. Тьма хаоса представляет средство для мысленного творчества, но поединок с иерархией темных сил есть лишь пропущенный срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызывают мощные стихии, не зная, конечно, управления ими. Не сами темные опасны, но силы, вызываемые ими. Так запомним, где великая тьма, и где свирепый враг, ищущий погибели света, но забывший, что без света он не может существовать. Главным фактором воздействия темных сил на человечество есть силы мысли. Прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бофамеду. Теперь они стали опаснее, ибо отставили многие ритуалы и обратились к силе мысли. Будучи существами тонкого мира, они воздействуют на тонкую природу человека, видя нашу ауру и читая наши мысли, которые усиливают их отрицательное мышление. На низших ступенях своего развития человек может быть пойман все эти темных низшими свойствами своей природы, как пьянство, зависть, корыстолюбие, чревоугодие и другие. На более высших ступенях его ловят на тщеславие, на гордости, на признание своей непогрешимости и так далее. Темные очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Черное братство распространяет учение всех позорных свойств. Никто из учителей не завещал человеку самости корысть, не от света родились эти ехидны. Силы разложения очень подвижны, они являют разложение заразу и отступление ко всему прекрасному. Мысли образа служителей тьмы как когти бесчисленные. Существует сказка «Дар Люцифера». Дух тьмы мыслил, как еще крепче привязать человечество к земле. Пусть будут сохранены обычаи и привычки, ничто так не прикрепляет человечество к обычным обликам, но это средство годно лишь для множества. Гораздо опаснее одиночество. В нем просветляется сознание и созидаются новые построения. Одиночество духа дает представление о дальнейших формах. Нужно ограничить часы одиночества. Не следует людям оставаться одним. Снабжу их отражением и пусть привыкают к своему облику. Слуги тьмы принесли людям зеркало. Зеркало дьявола есть символ привязанности человека к своей личности или самости, тогда как божественный микрокосм должен отображать макрокосм. Дьявольское зеркало отображает лишь свою самость. Можно вспомнить еще одну сказку. Один мыслящий понес людям чудесное целебное средство, но его нужно было нести в закрытом ларце. Никто из людей не решился открыть ларец, ибо по своему свойству люди полагали, что там яд или ехидна. Так можно предложить самое прекрасное сокровище, но люди примут это за яд. Остается, чтобы люди приняли сокровище, побуждаемое ужасами несчастья. Что же делать, если сатана так прочно обучил неверию? Главная масса сил тьмы находится в невидимом тонком мире. Для владения умами и волей земного человечества силы тьмы нуждаются в сотрудничестве представителей плотного мира. Темные силы высших степеней, чтобы не быть опознанными, общаются с людьми через посредников. Представитель тьмы выбирает себе таких сотрудников, которые возбудили бы наименьшее подозрение. При каждом общении темной силы с человеком участвуют не менее трех посредников. Приемы черных изысканные. Они терпеливо подползают к цели и выбирают плечи, за которыми скрыться. Не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких. Сеть тьмы плетется искусными руками. Наиболее крупные города являются и центрами главных темных сил. Невежественные массы их лучшее оружие, черные ложи действуют массами, и лучшие служители вербуются из слабых умов. Много страшного творится сейчас в мире. Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Черная магия необычайно развивается. Это одно из оружий противников света. Они собирают сознательных и бессознательных сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления темных применяются широко. Кроме темных центров возникают многие малые круги, часто основанные на самых примитивных ритуалах, но общий вред велик. Много черных ложь, но некоторые предаются злу как таковому без особых ритуалов. Но за последнее время можно видеть возрождение самых древних служений тьме. Между ними есть очень вредные, которые своим ритмом могут быть разрушительны. Черные ложи обычно не понимают, что причиняют зло лишь в желаемом направлении, но на самом деле они затрагивают целые слои атмосферы. Особенно теперь, когда приближается время огненное и многие нарушения равновесия уже очевидны, вред темных вызываний особенно ужасен. Темных лож очень много. Часто люди, самые хорошие, не допускают мысли, что такая мерзость может существовать, но можно видеть, как темные вторгаются в разные слои людей под видом самых почтенных служителей общего блага. Как же противостоять темным? Как бороться с ними? Первым шагом к борьбе с сотрудниками тьмы будет осознание их существования. Признав, что они существуют, чувство самосохранения подскажет быть настороже. Ведь только благодаря тому, что существование темной силы оспаривалось, она приобрела огромную власть над человечеством. Невежды смеются над существованием сатаны, тем подтверждают правильность сказанного одним тонким европейским философом. Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что он не существует. Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, мы перестаем этого остерегаться и тем легче попадаем в тенеты, расставленные многочисленными приспешниками тьмы. Закрытие глаз на существующее зло и на его породителя низвергает человека еще ниже. Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. Люди часто говорят, не стоит думать о них, но следует думать обо всем существующим. Если люди справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от убийц духа. Нужно оценить их силу, чтобы противостать. Важно относиться к ним активно. Для чистоты дома запасаются разными метлами. Когда же в доме находят скорпиона, то немедленно удаляют его. Только знающие силы противников могут надеяться на победу. Немудро не оценивать их силы, особенно когда любимое имя Кали-Юга кончается. Натиск сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями, как сейчас. Борясь за свое существование, хозяин Земли, князь тьмы, поставил на карту существование нашей планеты. Борьба силами света наполняет князя мира сего отчаянием. Он знает, что в очищенной атмосфере, пронизанной новыми огненными лучами или энергиями, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым, невозможным. Он знает, что не может победить и хочет избежать последней борьбы посредством заражения всей планеты. Князь мира сего направляет все свои усилия к взрыву планеты, надеясь уплыть на обломках, забывая, что океан он предпочитает взорвать планету, лишь бы удержаться еще некоторое время в атмосфере взрыва. Князь Тьмы сейчас достиг апогея человека-ненавистничества и собирается явить апофеоз своего разрушительного владычества. Так на нашей планете сам хозяин Земли теперь предает планету. Плохой хозяин, но такую природу он воспитал в себе. Он заслужил название противника и предателя рода человеческого. Носитель света Люцифер давно утратил право на это имя. В сознании людей он стал дьяволом и сатаной. И придется ему отойти на Сатурну, потому уже давно его называют Сатан. А состояние Сатурна очень тяжкое. Сколько эонов должно пройти, прежде чем эта планета вступит в состояние, при котором на ней может развиться вполне сознательная жизнь. Светлые силы препятствуют темным уничтожить вас. Казалось бы, нетрудно уничтожить мирных людей, но поверх всех темных богатств существует сила духа. уничтожить мирных 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 Продолжение следует...